Такие игрушки могут стать окном в новый мир. В мир, в котором такие дети, как Назар, могут свободно общаться с близкими, друзьями и педагогами. Например, технология айтрекинг. С ее помощью можно отправлять сообщения, делать уроки, играть в обучающие игры глазами. Уникальное оборудование в Барнаул на тестирование привезли москвичи. С помощью взгляда кликать мышью и печатать текст могут люди с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, травмы позвоночника, инсульт и не только. Здесь инфракрасные излучатели в середине и сбоку. Инфракрасное излучение проходит в глаз, отражается от сетчатки и возвращается назад. Ребенок смотрит на виртуальную клавиатуру и набирает глазами текст. Да, да, да. Если он знает буквы, если он до этого печатал на клавиатуре, например, после травмы, еще после аварии, то, в принципе, ему только нужно учиться работать взглядом. Либо человек только может кивнуть головой, да или нет, а либо он печатает слова, он может общаться в соцсетях, он может писать письма, может пользоваться электронной почтой, то есть у него открываются совсем другие возможности. И это не просто общение через какие-то карточки. Тем более, сегодня дети с гаджетами на «ты». Кстати, в регионе насчитывается порядка трех тысяч детей с ДЦП, а ведь это только один из диагнозов, которые часто лишают возможности говорить. Накануне с технологией айтрекинг познакомились алтайские врачи. У нас в Алтайском крае в основном реабилитация настроена на реабилитацию двигательных нарушений у детей. Зачастую логопедическая сфера страдает у этих детей. То есть при сохранном интеллекте они не могут разговаривать. Вот в этом случае, конечно, мы подключаем альтернативные средства коммуникации, но до настоящего времени у нас в Алтайском крае я вот их не встречала. Мы смогли понимать ребенка, то есть смогли бы с ним общаться. Сейчас мы не можем с ним общаться, поскольку у нас нету такого устройства. Как пояснили московские специалисты, айтрекинг в медицине стали использовать больше десяти лет назад. Все эти годы технология развивалась и стала более доступна. Но многим семьям остается только мечтать о таком приборе. Благо, сегодня его можно получить через благотворительные фонды. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Благотворительные фонды.